Обращаюсь с хорошей новостью тем, кто решил подать на убежище без семьи, самостоятельно. Ребята, вас, я так понимаю, уже там очень хорошо всех напугали. То, что связано с отменой поправки Родригеса. Мы изучили эту поправку. Две недели фактически собирали материалы, и не только по поводу поправки. Нам просто крайне необходимо было закрыть сторону США, и мы это сделали. Так вот, хорошая новость заключается в том, что сейчас, в настоящий момент, вы можете спокойно подавать на убежище на границе. Вам не нужно будет поручителя, вам не нужно будет знакомого, вам не нужно будет держателя грин-карты, уж тем более гражданина США с паспортом. Все можно сделать без них. Взаимодействовать из лагеря вы будете с нашим офисом во Флориде. Мы вам дадим контакты. Как только вы окажетесь в лагере по списку, то, что я вам напишу на подготовке, вы все передадите нашим людям. Дальше они свяжутся с теми организациями, которые будут вас вытаскивать и осуществлять досрочное освобождение. Это крупные организации, это правозащитные организации, которые фактически управомочены этим заниматься. Сегодня мы с ними связывались, обо всем договорились. Это не одна организация, их несколько. Работа уже давным-давно поставлена на поток. Но это здорово, потому что бывают такие случаи, особенно у граждан РФ, когда нужно найти кого-то, никого нет, что делать, где найти человека, который за меня подпишется и так далее. Сейчас этого не нужно. Сейчас поручительство и выход под статус пароля из иммиграционного лагеря вообще не предполагается. Второй момент. Те, кто подает семьей. С семьей, ребят, с вами вообще никаких вопросов нет. Оказываетесь на интервью, проходите интервью на границе, дальше будет распределительный центр в Сан-Диего, дальше либо вас забирают из лагеря, как вот у нас было неделю назад с девушкой, она у нас есть на канале. Ну, либо вы летите к своему поручителю, к своему знакомому, к родственнику. Офицер провожает вас до аэропорта, до терминала, говорит вам до свидания, на ноге у вас будет браслет. Опять же, не факт, бывает вешают, бывает не вешают, неудобная штука, скажу по правде. Вот, ну и все, и вы летите уже на то место, где находятся ваши знакомые, товарищи и так далее. Дальше, через какое-то время вам нужно будет появиться в офисе Айс, вам напишут, когда вы приходите, отмечаетесь, говорите, где вы живете. Придут офицеры, может быть, и не придут, проверят, действительно ли вы там или нет. Все, можете устраиваться на работу, там, работать и так далее, и ждать весь процесс уже на свободе. То есть, для вас ничего не изменилось. Никаких разделений такого вообще никогда не было. Единичные случаи, но потом правозащитные организации в США, они там такое подняли, ну, как-то так, что за разлучение детей с мамами и так далее. Такого не может просто по определению быть. Там, негуманно, кощунственно и так далее. Вот. Итак, ребята, правозащитная организация для вас, те, кто планирует подать один, это выход. Правозащитная организация в настоящем времени, с учетом всех изменений и поправок в законодательстве США, приравнивается к близким родственникам. Есть сейчас в порядке консультации, я вам расскажу, кто такие родственники и чем условия для вас будут отличаться, допустим, если у вас есть просто друг, либо у вас есть родственник. То есть, там есть теперь значительные отличия. Все это можно будет в порядке консультации у меня выяснить. То есть, спокойно подавайте без кого-либо на той стороне в США, подключим правозащитников, поможем, все будет быстро. Обеспечите себя юридической поддержкой и возможностью быстро выйти из иммиграционного дотационного центра. То есть, все можно сейчас это сделать и нужно просто этим пользоваться. Итак, мы видим только плюсы и надеемся, что вы тоже будете их видеть. Итак, ребят, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты, группу Facebook. У нас уже больше 7 тысяч человек, а это здорово. Ну и подписывайтесь на наши другие ресурсы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!